Добро пожаловать, друзья мои. Это Firewatch, мы продолжаем играть, я уже включил субтитры, поэтому будет проще. Поверить не могу, что кто-то это сделал. Я переживаю по поводу медведей и пожаров. На этом, пожалуй, всё. А теперь я должна переживать ещё и по чёрт знает чему. Читаем, что пишет нам Дилайла, вон, кстати, её вышка. Добираться туда говорят, что около двух дней, на самом-то деле. Ну, посмотрим, посмотрим. Это говорила нам, по-моему, Дилайла, также, что в случае чего можно будет добраться. Так. Как вы помните, в конце прошлой серии к нам ворвались какие-то мародёры, разбили стекло, разбили здесь, разворошили нашу вышку, полная, конечно, вакханышин. Так, записки, это, конечно, всё весело. Не сейчас, не волнуйся, просто скажи, где достать оружие. Просто скажи, где лесная служба хранит ящик с оружием, и тогда я почувствую себя спокойнее, чем папа римский. Кто-то много лет назад решил, что оставлять человека наедине с миллионом часов одиночества и ружьём — не лучшая затея. Гранаты? Я поспрашиваю. Окей, выдвижной ящик. День второй, друзья мои. Я думал, что я лягу спать, но, тем не менее, наш персонаж не ложится. О, чашечка горячего кофе. Проснись и пой. О, хорошо. Просто измитительно. Эй, просыпайся. Так, давай возьмём рацию и доложим, что всё хорошо. Хороший первый день нам дали достижение в стиле. Я проснулся. Что у тебя стряслось? У нас. Извини, у нас что стряслось? Та буря повалила телефонную линию, которую я использовал для связи с лесной службой. То есть мы отрезаны. Я попробовал связаться, но пока никто не уходит на связь. Не понимаю, почему всё так происходит. Я думал, что мне придётся лично ложиться спать. В смысле, у нас уже были неполадки со связью? Старое шотландское мыло. Ммм, шотландское мыло. Нам надо оно сейчас? Наверное, хрен надо. Так, баночка с водой. Слушай, а если я возьму чашку? Нет, это лажа какая. До тебя в путь не близкий. Хорошо, это я могу. Где она? Проверить линию связи к северу от ущелья. Помнишь ту пещеру? Да, конечно. Так вот, тебе нужно вернуться сюда. Пройти её до конца, и как только выйдешь, продолжи двигаться на север. Сделаю всё. Фейерверки, всё, что мы конфисковали, вот у нас. И печка-буржуйка. Даже мистер-шишка есть. Так, мистер-шишка. Я думаю, что многие смотрели прохождение игрушки Фрэн Боу и помнят, какая там была кайфовая шишка. Хоп. Пусть лежит. Всё, поехали. Отправляемся. Как я уже говорил, игра у нас сделана реально бомбезно. Там у нас, смотрите, туалет, тубзолет или дубзик, как мы ещё в детстве его называли. Ой, так. Вдыхнули, можно и бежать. Так, бег у нас на Эр, насколько я помню. Вот здесь как-то бегать нерезонно. Оно какое-то всё такое ветхое, деревянное, мало ли что. Так, вышка Дилайлы. Торофер называется у нас эта вышка. Ладно, пошли. Насколько я помню, друзья мои, значит, надо обойти сзади туалет, и таким образом мы придём с вами к той самой пещере. Опа-попом, так. Проверить линию связи. Так, так, так. Кейф 452. Угу. Сейчас пойдём. Сейчас попробуем. Я не знаю, есть ли смысл туда идти сейчас, потому что больше пещер я здесь никаких... А, Едко и вы есть ещё, по-моему. Тут ещё есть. Тут очень много чего интересного, на самом деле. М-м-м. Давай проверим. Подойдёт ли, допустим, та же дорога самая? Так, наверное, уже не получается бежать, что ли? Жалко. Так, давай сюда. Я помню ту пещеру, но там было закрыто. У меня, насколько я помню, не было ни ключей, ничего, то есть... О-о-о, генератор работает, хорошо. Так, давай смотреть. Что у нас там написано? Ага, сейчас посмотрим. Сейчас глянем ещё раз на карту и посмотрим, правильно ли я двигаюсь. На самом деле, как... Да, вроде нормально, смотри. Таким образом, мы доберёмся до Кейва. Можно это дело, в принципе, спрятать и пробежаться. Утречка очень даже бодренькая. Ребята писали, что если выбирать другие варианты, предположим, выбрать овчарку, то мы узнаем, что наша жена, она больна какой-то такой специфической болезнью, то есть у неё проблемы с головой, с памятью, то есть... Что-то типа склероза. И ей около 40 лет, что самое интересное. Так, рация мне пока не нужна. Я думаю, что аккуратненько здесь спустимся. Фух. В этой игре очень важно помнить, куда вы идёте, где вообще что находится. Холодный туман, сообщите об этом тумане. Здесь вообще довольно прохладно, знаешь. Всё это так, но быстро теплеет, а в Болдере утро холодное, верно? Конечно. Чем ты занимался, в смысле, какая-то твоя жизнь? Так, можно ответить. Говорить о моих имя Джулия в любимом баре. Я проводил много времени со своей женой Джулией. О, у тебя кто-то остался. Ну, ты решил взять перерыв, как бы, да? Мы... Что мы? Ой, извини, подождёшь секундочку? Конечно, я просто продолжу путь и буду надеяться, что скоро потеплеет. Так, пещера у нас немножко дальше. Приветик, что у нас там? Что-то... А, она с кем-то разговаривает, я понял. Опа. Ладно, хорошо. Подожди, а телефон же не работает. Нет, не думаю, что он знает. О ком, о чём они там говорят? Слушай, это уже настораживает. Я полностью уверена. Так, а ты бы что? Читаем, ребятки. Чё-то как-то игра подфризивать стала. Я не знаю, чём это связано. Она вроде ни альфа, ни бета. Но, тем не менее, вон там, если я не ошибаюсь, у нас есть возможность с помощью спуститься. Так вот, Джулия, девушка бывшая. Извини, не хочу быть назойливой. Так, простите звонки. Кто это был? Кто был? Где? Не думаю, что он знает, что это было. Ты обо мне говорила и так далее. Что? У тебя кнопка была нажата или что-то там ещё. Генри, это был звонок по работе. Подожди, она же сказала, что не работает ни хрена у нас. Хорошо, я на недолго отойду. Вот, видишь, Дилайла stepped away, то есть она ушла, как бы. А вот наша пещера, смотрите, вон туда, походу, нам и надо. Потому что я был только в этой пещере. Так, падай. Если наша женёк, 40 примерно лет, я думаю, что и нам как раз где-то так же. Чётненько. Вот сюда. Caves closed. Смотри. Похоже, закрыто. И как ты планируешь это дело открывать? Ломай, 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 ломай. Блин, там упало что-то. Как ты планируешь это дело открывать, дружище? Так. Лучше, может, надо было что-то взять с собой? Фух. Может, сообщить о том, что здесь заперто? И, похоже, заперто. Но Дилайла у нас не отвечает. Чё там, совсем всё плохо. Ладненько. Подожди, а может, нужно было что-то взять с собой? Я что-то, самое, проверить линию связи к северу от ущелья. Киев-1, Киев-2. А, там, смотри, завертая штука. Надо будет подняться, наверное. Сейчас проверим. Погуляем немножко, посмотрим. А что у меня в инвентаре? Так, записки, приблизить, записки и документы. Инвентарь открывается, кстати, точно так же. Хорошо. Вот, 303. Давайте попробуем открыть его. Он заперт? Да, он заперт. И здесь могут быть инструменты, кстати, которые мне нужны. Пароль стандартный. 1, 2, 3, 4. Так, 1, 2. И делаем 3. И делаем 4. Давай, вот так вот. Отлично. Просто найс, во дружище. Что у тебя тут? Ух ты, Рок, смотри. Рожек. Между ножек. Еди на рожек. Парам-пам, парам-пам. Бабочки летают. Все хорошо, на первый взгляд, кажется. Фонарик давай возьмем. Тихо, 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 тихо. Бери фонарик. Работает. Работай. А, господи. Такой же фонарик был, по-моему, у главного героя в одном из Сайлент-Хиллов. Точно такая же карманная штучка такая. Так, записки и карты. Давайте перенесем заметки на нашу карту. Карта обновлена. Подожди, а записка какая-нибудь? Ящик с перепасами. Понятно. Слушай, давай возьмем Рок. Может, он пригодится как-то. Смотреть его. Этой штукой можно, в принципе, кого-то убить даже. При желании. По сонной артерии, как дай джерзочек. И все. Так, фонарик у меня теперь есть. Жить можно, по сути. Давайте посмотрим, как теперь я могу это дело открыть. Не-не-не-не, родной. Это плохая затея. Похоже, закрыто. Как ты планируешь это дело открывать? Ну, тут явно нужен ключ. А ключей у меня нет. Что самое обидное. Так. Как-то, может, туда можно еще пролезть? Какие-нибудь другие там места. Давайте о Роге скажем. Здесь Рог или что-то такое. Ну, Олень и Рога — это костное образование. Обычные Рога состоят из того же, что и твои ногти. По-моему, это кость. Олень и Рог. Должен быть, Рейнджер нашел его где-то. Ну, хорошо. Рог-то у нас есть. Самое интересное, что положить его я себе не могу. Использовать его здесь тоже нельзя. Так. Ничего не говорит. Печально. Фух. Либо, знаете, у меня есть два... Точнее, даже одно предположение. Либо я просто забыл что-то на вышке взять. Я могу в любой момент сейчас вернуться и поутать ее более детально. Либо здесь надо что-то еще делать. А ну, давай сверимся. Так. Мы тут, значит, это дело посмотрели. Имеет смысл, конечно, идти на север, смотреть наверх. Слушай, а может это не так? Ну, я, по идее, был только в 452-й как бы пещере. Поэтому хер маме его там знает. Проверить север от ущелья. Линия связи. Могу прогуляться. Мы можем пройтись, конечно, с вами. Но я боюсь, что, наверное, может не надо этого делать. Хотя, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Тут больше ничего интересного. Закрываем ящик с припасами. Смотрите, чтобы туда добраться, получается, мне надо двигаться именно вот сюда. Р, чтобы бежать. А смогу ли я там пройти? Давайте сходим. Что нам терять-то? Если я забыл что-то взять, я всегда потом смогу вернуться. Так, эта тропа у нас ведет четенько как раз к 302-й пещере. Именно на север, куда нам и нужно. Так, давай это дело закроем. Чего, дыра? Давай, расчищай. Вау, вау. Не люблю это дело, потому что часто попадаются какие-то острые, знаете. А ветки, это не круто. По-моему, там что-то зарушено. Можно было идти налево. Но мне кажется, что надо спускаться здесь. Огромное количество разного тумана тут у нас. Так, побежали. Не шибко быстро бягает, но для его возраста, я думаю, это даже похвально. Вот, линия электропередачи. Нам как раз нужно следовать, я так понимаю, по ним. Так, параллельно, да? Давай побежим. Вряд ли, что игрушка не самая продолжительная. Тут рассказываются определенные истории определенных людей. Ты начинаешь им сопереживать. То есть, это то, что мы с вами любим. Как-то она не вписывается, согласитесь, да? Такой вот серый градиент, даже коричневый, я бы сказал. И вот такая вот ель как-то не очень вяжется. Ладно. Это не наша забота, на самом деле. Слушай, смотри, она идет туда теперь. Да, вон показано. Видите, она идет у нас как бы елочкой. Налево, направо, налево, направо. Павридскими поворотами. А мы можем с вами смело следовать просто по пути. Сейчас пройдемся. А, подожди. Так нам и не надо было. Господи, что же я тупанул-то? Нам и нечем было открыть, на самом деле, проход там. Мы просто сюда попали, в эту пещеру. И через нее вышли на север. Вот что значит играть ночью. Вышка, медвежий клык, 8 километров. Понятно. Понятно это все. Так, вот провода, значит, они у нас идут туда. Там что-то есть. Предлагаю посмотреть. Наверняка какой-нибудь ништяк. Оу, интересно, девки пляшут. Вы знаете, мы что-то нашли сами. Старый туалет. Зачем докладывать дела или о старом туалете? Записка. Так, читать кью. Оу, ребятуши, а что у нас не переведена-то записка? А, текст песни старой Шашони. Шашони. Давай я заберу с собой старого Шашони. Гадить в пенек мы, наверное, сейчас не будем. А вот что там, я бы посмотрел. Что это такое там у нас? Старая хижина. Что мне стоит знать о хижине на вершине этого холма? Хеллоу. Хорошо. Хорошо. Так, смотри, еще ништяк. Сейчас заберем это дело, посмотрим. Видишь, не зря сюда пошли. Так, один, два, три и четыре. Странно, что люди прохожие не открывали, не пытались. Ва-яй-яй, кепка. Кипарик. Надеть, держать, е. Шпоньк. Прекрасно. Брейн готов принять ваш заказ. Серьезно, кепочка очень забавная. О, какая старая хижинка. Так, хорошо. Всегда вот забавляли вот такие вот, знаете, штуки наверху. Она открывается. Воу! Воу! Не то хреново на самом деле, дружище. Японский городовой. Испорченный обнаружитель огня. То есть это была еще одна хижина, как у нас. Смотрите, только ее сожгли. Она сожжена. Пачка сигарет. Старый мусор. Стингстон. Прекрасно. Ух ты. Там можно спуститься. Да, ветерок здесь задувает очень даже солидно. А мы с вами находимся не здесь. Нашу хижину отсюда просто банально не видно. Так, включаем фонарь. Давайте посмотрим, что тут вообще происходило. Гитара. Можно взять и что-нибудь сбрынчать, наверное, да? Посмотри, ее можно осмотреть. Оп-оп-оп-оп. Джунь, 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 джунь. Как медь джедая на самом деле. Давай ее брошу. Так-с. Тарелки. Разный интересный лут. Смотри, что у нас тут есть. Старая печка. Давай попробуем ее открыть. Может, не надо это делать? Как-то резко мы это делаем. Я уж подумал, туда что-то вылезет. Старая печка. Сгоревшая кровать. Хреново на самом деле. Как можно заметить, я здесь лутать ничего не могу. Взять ничего нельзя. В принципе, давайте, наверное, возвращаться. Так, ладно. Может быть, доложить? Нет? Удивительно, да, что доложить о том, что... О, подожди, а это мы смотрели? Там на стене что-то висело. Во! Флора Шершони! Смотри! Вот нам показана, собственно, флора и фауна Шершони, что здесь у нас растет. Чудненько. Я думаю, что вникать в это сейчас не стоит. Наша задача не отрываться от маршрута и двигаться дальше. Фух, все, поехали. Так, насколько я помню, мы следовали с вами по проводам. Значит, все у нас хорошо. Сейчас пойдем посмотрим. Так, вон, провода идут туда. Мы с вами чуть-чуть с маршрута сбились. Так, вот сюда получается. И вон туда. Если я все правильно делаю, а я, скорее всего, и делаю все правильно, то мы движемся, да, наверх самые. В Бирпоинт, по-моему. Медвежью лапу, или как она там называлась? Медвежью нору. Давай сюда. О-ху-ху-ху. Как там все скалисто и страшно. Так, дружище, что ты мне скажешь? Вон там что-то есть вдалеке. Что-то виднеется. Есть, конечно, мнимая свобода действий. Вы как бы питаете иллюзию того, что можно пойти налево, можно сходить направо посмотреть. Но я думаю, что надо идти конкретно вот этой дорогой. Я не знаю, если тут упасть, допустим, умру, я не умру. Скорее всего, тут невидимые стены, и просто это все заскриптовано. Так, там что-то есть. Там есть какая-то вывеска. Поворот налево у нас ведет к чему-то интересному. Кстати, я предлагаю пойти посмотреть. Хоп-хоп-хоп-хоп, аккуратно. Там что-то есть, смотрите. Что-то там цифра 5 написано. Пойду посмотрю. В этом мире хочется искать, хочется изучать, лутать. Игра своеобразная, но она подкупает этим. Пивная банка. Ага, туда можно залезть. Ты уверен, что тебе это надо делать? А там у нас... А там ништяк. Я предлагаю туда пойти, потому что там у нас либо записка, либо что-то полезное. Так, давай. По сути, эта дорога нас ведет в любом случае куда надо. Просто можно по левой свернуть, а можно и пойти прямо. Давай. О, а как ты сюда заберешься, дружище? Так, побежали. Рация нам пока не нужна. Кстати, я надеюсь, что батарейки в ней менять не придется. Ибо я хер знает, где их искать. Так, вот мы забрались. И здесь у нас ништячок. Открываем это дело, давай. Так, один, два, три и четыре, конечно же. Игра, кстати, многим пришлась по вкусу. Она действительно доставляет тот продукт, в который я хотел играть сегодня. То есть не со всеми играми получается, что ты хочешь вернуться и реально в них позарубиться. Есть проекты, которые нравятся. Есть проекты, которые, естественно, не особо впечатляют лично тебя. Но аудитории, они могут быть интересны. Так, мы переписали карту, ящик с припасами, записка. Оставить ее себе. Я в очередной раз забыл ее прочитать. Ладно. Тут есть несколько шишек, доска какая-то. Ой, там что-то лежит. Шесть футов под землей. Доска. Привет, любимая. Что ты видишь там? Ммм, какая ты сегодня секси. Ладно, я тебя выброшу. Прощай, доска. Так. Тут, конечно, игра, где угорать вообще нечего, по сути. Но иногда лузы словить можно. Шесть футов под землей. Осмотреть. Так. Оп-оп. Смотри, можно посмотреть. Два доллара пятьдесят центов. На самом деле, очень неплохо за источник знаний. Шишку брать я не буду. Хотя чего не буду-то? Мистер Шишка, пошли смотреть. Пошли смотреть и изучать этот прекрасный вредный мир. Побежали, Шишка. Что-то мне подсказывает, что я зашел в тупичок. А, нет. Подожди, может и не тупичок. Может и не тупичок. Смотри, здесь можно пройти. Нет? Там уже конец карты. А ну, покажи. Выбрасывай ее. Куда мы с тобой зашли? О, вся проблема в том, друзья мои, что надо... Сапплай дроп, смотри, там у нас есть. А здесь есть пещера. Здесь есть пещера. Сейчас будем ее искать. Вот именно в этой локации. Значит, придется спускаться. Придется спуститься. Бегать с карты, увы, нельзя, кстати. Так, здесь ничего. Ага, значит, провода у нас пошли в ту сторону. Видишь, значит, надо двигаться туда. Но где-то здесь есть пещерка. Интересно, вот реально, если отсюда... А, не упадешь. Как я говорил, у нас невидимая стена. То есть вам не дадут умереть. Это Лонгдар, где ты можешь вывихнуть лодыжку практически на любой поверхности. Здесь как-то попроще. Так, спокойно. Где-то здесь есть пещера. Надо только отыскать ее. Слушай, по-моему, там, наверное, где-то. Сейчас посмотрим. Сейчас по карте я уже немножко начал в этом деле ориентироваться. То есть кейв у нас находится... Да, где-то здесь, смотри. Сука, наверное, где-то спрятано. Так, там у нас столбы. Что-то мне подсказывает, что в этой пещере есть чем заняться. Знаете, любовь к пещерам пошла, по-моему, еще даже не с Фореста, а еще раньше. То есть такие вот места, где ты исследуешь, проверяешь. Это, знаете, откуда? Наверное, еще с Лары Крофт. Потому что она у нас расхитительница гробниц. А гробницы у нас и пещеры, это как бы... Именно нарицательные. Слушай, по-моему, там что-то есть. Подай. Опа! Я тебя прошу, только не вывихни лодыжку, как делает... Наш перс из Лондарка. Так, стоп. Я вижу провод, о котором ты говорила. Отсюда кажется, что с ним все в порядке. Проследуй вдоль него до конца, если возможно. И можешь возвращаться обратно. Окей-докей. Сейчас будем следовать. Но Олешка не покидает себе, знаете, такое тайное желание найти пещеры здесь. Если добавить на эту локацию снег, очень сильно будет напоминать игрушку халат. Помните, мы проходили... Я уже рассказывал про перевал дятлов. Тоже, кстати, оригинальный продукт. По-своему, очень даже интересен, загадочен, что это у нас такое. Так, тут ничего хорошего. Мы, походу, с вами... А, конец провода, смотри. Да, окей, провод здесь. Правда? Молодец, что заметил. Ай, да, перевод у нас, конечно, что... Go Hell написано. Типа, отправляйся в ад или добро пожаловать. Изучить линию коммуникации вблизи. Так, смотри, аккуратно. Не бери провода, хоть они оголенные сейчас. Так, что происходит? Что ты делаешь, дружок? Go to hell. Прекрасно. Жесть какая. Конец провода. Сообщить о перерезанном проводе. Провод в этом месте определенно поврежден, я нашел его. Да, только... Вот, не похоже, что это из-за ветра. Похоже, что его перерезали. Намеренно. Он полностью перерезан, рядом куча пивных банок. Тех же, что пили эти девочки. Еще они оставили нам сообщение. Эти идиотки поплатятся за это. Они понимают, что из этого могут погибнуть люди. А что, если кто-то случится с одним из дозорных? Что же тогда делать? И не дай им в этот момент начнется пожар. Что ты собираешься делать? Найти подростков. О-о-о, хорошая занятица. Что там такое? Там что-то есть. Там что-то в воздухе, по-моему, висит, нет? Мне кажется. Пивная баночка. Я пришел сюда за глотком свежего воздуха и приключениями. Так, что там у тебя? Там что-то лежит. Так-с. Здесь можно спрыгнуть. Подожди, пока они уйдут, а потом разгроми их лагерь. Да так, чтобы девчонка-тинейзер убежала к мамочке и папочке. Ни хрена себе у них. Я найду их, без проблем. Мне нужно повысить зарплату. Так. Смотри, получается что? Это их следы, то есть... А, таким образом я могу понять, в принципе, куда они двигались. Фанатки Red Eagle. Отлично. Попробуй найти путь, по которому они ушли отсюда. Может быть, они обогнули место с другой стороны, в сторону озера. Сомневаюсь, что они будут там же, где и вчера, но они точно не могли уйти далеко, тем более они без одежды. Фух. Так, баночку давай возьмем и, собственно, прибраться. Зачем я сюда бегу? Просто мне интересно... А, вот здесь можно так же забраться, понятно. Так, нам надо бежать к озеру, да? Найти подростков. Вот это хороший, блядь, вопрос. Вернуться к озеру, наверное, нет. А вот Darafair Basin, я думаю, туда надо бы держать свой путь. Ну, давайте пробегаем, побегаем, посмотрим, как тут дела у нас. Есть предположение, что я просто найду их по остаткам мусора, наверное. Так, вот здесь я прошел. Окей. Заблудиться, конечно, тоже не хотелось бы. Так, а там, наверное, пещера, кстати. Что-то мне подсказывает, что там реально может быть пещерка. А это мы куда идем с вами? Там у нас Supply Drop. Ага, туда можно пойти и можно уйти, получается, налево. Хорошо. Давайте сначала глянем, что здесь, если ничего интересного. Так, здесь какая-то совсем жесткая тема. А, тут хрен ты еще выйдешь. А, заблокированное расчистить. Можно, конечно, расчищать это дело. Но я предлагаю еще раз пробежаться. Такая, знаете, спокойная, уравновешенная игрушка. Без жести, без трэша. Очень даже неплохо. Такс. Хм, ух ты. Ух ты, смотри, там тоже это дело оборвано. И там что-то лежит, по-моему. По-моему, одежда. Я сейчас пойду посмотрю, что это такое. Прыгай. Уоу, держись. Отлично, у нас прошел сейв. Supply Drop, смотри. Припасы региона Торофер. 320 метров на север. 7 километров на север. Вышка Торофер. Две торопы. И озеро Джонси. 3,2 километра. Так. Там у нас есть что-то тоже интересненькое. О, смотри, мы сейчас пойдем залутаемся. И будем возвращаться уже обратно, наверное. Вряд ли они где-то здесь. Потому что я думаю, что надо реально следовать по вещам, которые они разбросали. Ух, а здесь какая-то зеленая. Может, у зеленых код отличается. Так, вот ты где. Так, ящик с припасами. Давай откроем. Открывать будем? Так, один, два, три и четыре. Готово. Никаких вопросов, никаких разных кодов. Так, ящики с припасами, смотрите. Притом разные какие-то. Э, а где припасы? Припасы? Аля, улю. Припасов ни хера здесь нет, что самое обидное. Значит, эти припасы кто-то забрал. Потому что голыми руками, естественно, что ты не сможешь перерезать ветки. Ой, ветки, господи, провода. Окей, ушки. Будем тогда двигаться назад. Плюс мы там увидели то ли лифчик, то ли портфель какой-то висел. И надо это дело проверить. Ух ты ж, красота-то какая. Лепота. Так-с, идем сюда. Дожди сюда же. Да, там, по-моему, что-то висело. А вот мы тут вышли. А там были какие-то вещи. Вон там на дереве. По-моему, тут два портфеля каких-то. То ли это канат был, то ли это провод. Хрен его знаешь, на самом деле. Знаете, я бы разработчикам Лондарка реально посоветовал бы поменять локацию. Понятно, что там фишка в зиме, фишка именно в суровом выживании. Но здесь, почему бы тут не повыживать. По-моему, очень круто. Так, сдавай. Дострявший рюкзак. Здесь оставленный кем-то рюкзак. Он одного из подростков? Нет, похоже, его забыли довольно давно. Ну, ты всегда можешь проверить его на наличие продовольствия. Давай смахнем. Падай. О, отлично. Брайна? Подожди, рюкзак какого-то Брайна. Бау, тихо. Вы нашли рюкзак Брайна. Многие люди называют меня Брайном, хотя я Брай, на самом деле, ребят, стоит не путать, пожалуйста, я вас спрошу. В рюкзаке было полно всяких ништяков. Повезло тебе. Здесь так много веревки, что я могу оставлять ее на креплениях. Зацени, в рюкзаке также был один из этих картонных одноразовых фотоаппаратов. Так, пленка еще осталась? Да, всего два-три раза щелкнул. Спасибо Брайну Гудвину. Чудненько. Стоп, кому? На сумке была нашивка с именем Брайан Гудвин. О, ого. Да, я не слышал про это имя уже несколько лет. Тихо, пардон. Дозорный рейнджер. Бывший твой любовник? Это что, паренек, с которым у тебя что-то было? О, да, было горячо и страстно. Конечно, Брайану Гудвину было 12 лет, поэтому нашу любовь никто не смог понять. О, господи. Я шучу на самом деле. Ему на самом деле 12. Это часть правды. Он жил в двух тропах твоей вышки со своим отцом Недом. Три лет назад. Отличный паренек. Сюда разрешено приводить людей? Нет, я не ярый приверженец правил. Они уехали в середине лета. Крапкаться. Так, подожди, тут ответ еще ограничен. Не вынесли твоего обаяния, вы еще общаетесь. Почему? Так, давай. Я не очень общалась со стариной Недом, а в один день они просто пропали. Это дерьмово. В общем, вот так. Развлекайся с камерой. Постарайся не снимать чего-то, что травмирует работника фотодрома. Не знаю, мне предстоит долгий путь, могу и заскучать. Нажмите С, чтобы использовать фотик. Вау, слушай, крутяк вообще. Какие классные можно... У меня 18 снимков. Знаете, я пока ничего снимать не буду. Найдем что-нибудь найсовое. Что это там такое? Тонкий столб дыма, кстати. Я тоже увидел, думаю, что за херня? Я вижу очень тонкий... тонкий столбик дыма. Это... это торнадо? Да, я тоже его вижу. Тоненький столбик дыма, как будто это новый пожар или костер. На то надо похоже. Япона, мать. Костер, думаешь, это они? Я думаю, что да. Похоже, что к юго-западу от меня, поэтому будем туда двигаться. Найди источник дыма, карта обновлена. Заебца. Так, присматривай за этим столбом дыма, дай мне знать, если он станет больше. Хорошо, детка, все будет сделано. Слушай, 1,590. Явно что-то значит. Цифры же не просто так у нас стоят же тут. Так, 1,2,3,4. Хлопачки! Что на? Ух ты! Ящик с припасами. Так, угадай, у кого свидание с Дэби на следующей неделе. Я пошел проведать нового парня в двух тропах и услышал, как он говорит сам с собой. Поэтому решил держаться подальше. Помнишь, как ты засек парня из Чемни Рок, когда тот развлекался сам с собой в гамаке? Я начинаю думать, что лесная служба нанимает только психов и извращенцев. Нас это, конечно, не касается. Мы сливки общества. Заебца. Так, заберем. Окаменелый коготь? Да ладно. О, ни хрена себе. Кто-то нашел окаменелость и положил ее в ящик для припасов. Это мог быть тот же, кто оставил оленя Рок. Может, он все эти животные оставляет, часть за частью. Так, ладно, хрен с тобой. Отколотый камешек. Я думаю, что об этом, как бы, сообщать, наверное, не нужно. Так, листочки, в принципе, больше там ничего нет. Слушайте, значит, что мы делаем? Надо идти к озеру, какой-то там на F оно называется. Так, Джоунси, Тандер Каньон, нам не нужен, Вэйпи. А, Форнбейс, вот сюда, походу, нам надо. Вот туда надо как-то пройти. Сейчас разберемся. Сейчас мы с этим будем разбираться. Я видел там решетку. Это первое. Там была решетка где-то внизу. По-моему, с этой стороны. Потихонечку будем здесь все это дело проверять. Слушай, извини, что сорвалось, сорвалась на тебя. Я подумала и поняла, что тот звонок действительно звучал довольно странно. Так, ребят, я не все буду читать, потому что я просто не успеваю. Вы читайте, потом расскажете. Так. Родна ли моя, Дейла? Ты меня немножко отвлек... Блядь, я все время путаю. Так, я женат. Тонкий стал дымно. Я вообще-то женат. Но ты здесь. Вот, я видел, там какая-то решетка была у нас. Было интересно глянуть. Что тебе надо? Все нормально, твое дело, она больна, и мне здесь... Меня здесь быть не должно. Ты уже спустился в долину, позвони, если что-то понадобится. Печалька. Так, забор. Эй, Дейла... Дейла? Что там у тебя? Нашел их? Еще нет. Зачем здесь забор? Чтобы туристы не летели вверх тормашками с тропы. Лесная служба поставила... Это здоровенный проволочный забор? Проволочный забор? Да, похоже, что он окружает очень большую область. Странно. Действительно странно. Может, и девочки с забором, кого они там держат? Как думаешь, девчонки могут быть за этим забором? Насколько я помню себя противной девочкой-подростком, последнее, что мне хотелось, это лезть через забор. Так, а ты тут хер залезешь еще? Да, там я не пройду. Так, хорэ трепаться, друзья. Давайте идти дальше. Будем проверять. Фух, побежали. Побежали, посмотрим. Да, за забор ты у нас никак не пройдешь, дружище. А специального инструмента, чтобы это перекусить, у тебя тоже явно нет. Слушай, просто жесть. Там наверняка что-то интересное. За забором всегда прячется весь самый сок, самый цимис, так сказать. Окей, ладно. Как-нибудь, я думаю, мы к нему еще вернемся. Так, наша задача следовать, значит, за дымом. Давай попробуем. Фух, можно даже фонарь включить. Вроде как немножко так уже темнеет потихонечку. Я очень надеюсь, что до темноты успею. Лишний раз убеждаюсь, как же здесь красиво. Так, там что-то есть. Там у нас что-то есть. Какая красота. Так, а дым где? Дым, по-моему, был у нас на юго-западе, да? Так. Дымочек. Сейчас будем смотреть. Найти источник дыма. Смотри, там у нас забор обозначен, понятно. Таким образом, я могу вернуться, собственно, к озеру. Сейчас мы так выйдем. Интересно, конечно. Слушай, а может быть... Нам как-то... Блин, туман какой-то появился. Прямо на наших глазах, смотрите, появляется туманчик. Хрена себе. Может, это был намек на то, куда идти надо? Давай попробуем. Ой, как же здесь стрёмно. Хоть вроде и лес, да? Даже животных особо нет. Но вот тем не менее. А если тут нет животных, значит, скорее всего, тут часто ходят люди. Потому что животные предпочитают, как вы знаете, более-менее уединяться, так бы. От глаз лишних. Фух, ладно. Ну и веселенькое же это занятие. Заставить этого сраного кренделя поднять свою задницу и починить линии связи. Ты чё там бузишь, еб-то? Простите, крендель? Ну, ты знаешь, неудачник, лох. Как его ещё называют? Не очень, но теперь знаю. Так. Налево, направо. Роднули мои. Эй, крендель. Флэпджек, прекрасно. Это прекрасно было. Как я уже говорил, я не всё стараюсь зачитывать. Ибо там много такого, знаете, отсебятины. И она не всегда нужна нам по делу. Фух, лишний раз карточка. Ты мне должна помочь, чтобы я понимал, куда. Дандер Каньон, мы с вами придём. И получается... Тфуфоркс, куда нам двигаться? Я уже не помню. Она говорила мне. Так, записка, записка. Это всё не то. Как-то можно было, по-моему, читать эти источники дыма. Самое интересное, что дым я уже не вижу. Ладно, давайте спустимся. В любом случае, я думаю, можно потом подняться будет. Хоп. Готово. Побежали. Надо выйти куда-нибудь повыше. И там будет чётко понятно, откуда идёт этот дым. Возможно, реально это девочки. Хотя, когда мы смотрели с приближением, было видно, что там целый вихрь. Вон он. Тонкий столб дыма. Ёпт вы налево. Так. Вот этот тандер. Наша с вами тропина. Сейчас мы туда пойдём. Поехали. Верёвка есть, поэтому в любом случае я потом без проблем могу сюда забраться. Давай, аккуратненько. Хоть первый раз, когда мы спускались, было фейлово. Всё это дело обвалилось. Ну что ж поделать. Так, дружок, отлично. Верёвка есть и жить можно. Смотри, там можно забраться. Там можно забраться. Но мне кажется, надо в любом случае двигаться вниз. Давай сделаем. Так, спускайся. На самом деле так всё, в принципе, и происходит. Рискованно. Страховки у вас нет. То есть, если вы зашпархнётесь где-нибудь, упадёте, то реально можно поломать себе всё на свете. Давай. Готово. Ух ты. Да, здесь мы проходили. Вот, я помню это ущелье. Всё, погнали. Так. Так. Самое главное, я думаю, что это успеть всё сделать до темноты надо. Так, там дыма нет. Фух. Неторопливо, конечно, всё у нас происходит. Но, тем не менее. Игра у нас от этого хуже не становится. Прыгай. Прыгай. Вот так. Погнали. Фух. Я так понимаю, что игра у нас фризится, когда идёт какая-нибудь глобальная подгрузка. То есть, это явление, как бы, популярное уже в играх. Удивляться абсолютно не стоит. Мне кажется, надо подняться там. Так, давай сюда. Какой-то паркур. Знаете, уже Mirror Edge пошёл на самом-то деле. Так. Вон столбец дыма. Я не знаю, что может давать такой огромный. Вряд ли это простой какой-то... Что тут такое у нас? Простой какой-то костёр. А, чтобы такая жесть творилась. Либо там что-то горит очень эпичное. Ну, а когда что-то горит, обычно дым у нас чёрного цвета. Так, отлично. Побежали. О, какая музыка найсовая. Можно уйти направо. Ну, мне кажется, что это приведёт меня к девочкам. Тонкий столб дыма. Мы уже сообщали о нём, так что, дружище, нет смысла говорить повторно. Вот это наше озерцо. Но девочек что-то как-то не видно. Чё на куна? А, точнее, я думал, кто-то из цыпочек так кричит. Так, дым у нас по той стороне. Значит, надо как-то обойти озеро, она сказала. Давайте смотреть. О, как я могу это сделать? О-пу-пу-пу-пум. Ни хрена себе. Тут забраться нельзя, дружище. При всём моём уважении к тебе тут не получится. Сквозь заросли не пройдёшь. Там разработчики умело спрятали конец, так сказать, карты. Ну, не конец карты, а что там нельзя пройти. Вот тут можно. Вот же, смотри. Там есть дорога. В чём твоя проблема? Тут, наверное, тоже можно было бы пройти. Давай же. Ну что тебе мешает-то вскарабкаться, твою мать? Ладно. Буду стараться тогда идти вдоль. Может, как-нибудь здесь обойдём. Во, смотри, вот и другое дело уже. Так, там ты не упадёшь. Понятно. Всё с тобой? Фух. Теперь надо придумать, как нам найти правильный проход. Зачем этот подъёмчик здесь? Тоже не ясно. Ладно, сейчас что-нибудь найдём. Во, друзья мои, смотрите, как можно пройти. Вот у нас обозначено, куда надо двигаться. Кэмфайр смоук. И, собственно, туда мы будем держать с вами путь. Фух. Я думаю, что это получится сделать. Дорога, правда, не самая близкая. Как я этого не заметил-то? Я прошёл уже здесь. Ладно, давай. Побежали. Фух. Вау, 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 как всё стрёмно-то. Это мы... О, сблокированная тропа. Давай попробуем. Нет, не будем просто её расчищать. А, сначала сообщить, потом уже расчистить. Да, такие будут встречаться. Будет проблема до тех пор, пока ты её не расчистишь. Нужно найти инструменты. Ага. Вот оно как. Как ты планируешь её расчищать, твою мать? О, господи. А где инструменты у нас могут быть, как вы думаете? Вот такой вот интересный вопрос. Нам в любом случае сюда нужно. Так, инструменты. Инструменты, инструменты. Только не говори, что надо возвращаться. Хер, блин, знает куда вообще. Так, кэш у нас тут понятно. Слушай, может ты всё-таки как-то расчистишь? Через некоторые кусты, выросшие на тропах, действительно нельзя пройти. Шипастее тропать, и меньше рейнджеру хочется с ней возиться. Логично, детка моя. А где, подскажи, пожалуйста, инструменты взять? Только не говори, что мне придётся возвращаться. Может, я как-то глюком перепрыгну. Вот это было бы неплохо. Охренеть можно. Давай ещё раз можете ей сказать, нет? Понятно. Расчищать это нельзя. Надо что-то найти. Чем это расчистить можно? Ни ножика, ничего такого у меня как бы нет. Твою мать, а. Вот это дерьмо на самом деле. Так, и знаете что? Давайте сделаем, наверное, здесь перерывчик. Я буду искать инструменты, которые мне помогли бы. Слушай, а может реально как-то обойти? Так, здесь ничего. Там, по сути, тоже ничего. Надо найти, знаете что? Надо посмотреть, где у нас по карте. Так, кэш 305. Мы его уже помолутали. Там у нас заросли. А больше вариантов обхождения я не вижу. Можно разве что огромный путь сделать возле нашей башни рейнджерской. Но это было бы тупо, наверное. Так, там водичка. И тоже ничего интересного. Ладно, ребят. Давайте я сделаю на этом прекрасном моменте перерыв. И будем думать уже, как двигаться. Что делать дальше в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Это был Firewatch. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.